Всем тихой ночи. В одном из видео в комментариях заметили, что лампы сломаны и их надо поменять. Довольно таки справедливое замечание, потому вот новые, теперь освещение не мерцает. А в этом видео мы узнаем историю еще нескольких объектов SCP, которые оказались невымышленными и существуют в каком-то виде в нашем реальном мире. Как мне кажется, это сильно увеличивает интерес к чтению сайта SCP, когда ты знаешь, что хоть и с очень маленькой вероятностью, но то, о чем ты читаешь, может быть основано на чем-то реальном. Это важная часть, так сказать, трули SCP-экспириенса. Однажды фонд получил сообщение о том, что где-то в Африке продается мед, которому в этой местности просто неоткуда взяться. Кроме того, сообщалось о необычно высокой смертности в этом районе. В одном конкретном месте у множества людей случались острые аллергические реакции, которые нередко заканчивались очень плохо, и чаще всего это происходило с покупателями странного меда. Проверив эти слухи, агенты фонда наткнулись на здание, принадлежащее организации под названием Фонд Манна, где странный мед хранился и продавался. После этой находки туда прибыла МОК Фонда для штурма и захвата объекта. В результате у фонда появился SCP-1176 – древняя мумия в каменном саркофаге, которая постоянно выделяет сладкий продукт. Изучая этот саркофаг, ученые SCP обнаружили на нем надписи, гласящие, что тело, лежащее внутри, принадлежало арабу, жившему в 10 веке. Находку перевезли на одну из баз фонда, и во время содержания мумия ожила. Бойцам охраны комплекса пришлось успокаивать ее, заталкивать обратно в саркофаг. И это нереальная часть истории, потому что мумии обычно не оживают. Но что же тогда тут может быть реального? Дело в том, что история, описанная в объекте, о том, что человек утонул в саркофаге с медом, и так его и похоронили, а потом этот мед еще и ели, она происходила в реальности. Возможно, происходила. Во всяком случае, если верить средневековому китайскому фармацевту. Да, да, лишь и Женю. Он писал, что у арабов есть традиция, согласно которой старые люди незадолго до смерти переходят на чистую медовую диету, после чего погружаются в каменные саркофаги, наполненные медом, где умирают, а потом мумифицируются. Доказательств существования такой практики, кроме записи средневекового китайца, нет. Да и сам он пишет, что не уверен, правдива ли эта история или нет. Но главное, что детали описанного им один в один повторяют то, что мы читаем в документе SCP. Согласно его записям, медовый саркофаг запечатывается на сто лет, после чего открывается, и этот мед считается сильнейшим лекарством, которое ели для исцеления от многих болезней. В объекте SCP-1176 написано буквально то же самое, с той лишь разницей, что мед в SCP-1176 оказался проклятым, и не очень-то хорошо лечил, а даже наоборот. История медовой мумии – это, скорее всего, городская легенда, потому что ни находок ее подтверждающих, ни каких-то свидетельств, кроме записей того китайца, нет. А сам Лиш и Женю, вероятно, был обманут хитрым арабским торговцем, который таким образом просто продал свой мед подороже. С другой стороны, история о медовых мумиях могли появиться из каких-то странных ритуалов захоронения, ведь каких их только не было. Так что все это может быть не совсем легендой, а может дело в том, что фонд хорошо делает свою работу и все скрывает. В одной из камер содержания фонда можно найти монстра – великана по имени Фердинанд, который необычно силен и поедает людей – SCP-082. Он известен, например, тем, что появляется в сериале «Заключение». В его описании на сайте сказано, что он не отличает сказки и фантастику от реального мира, и среди комментариев к статье можно найти сообщение от автора этого объекта о том, что SCP-082 – это действительно сказочный персонаж, возможно, пришедший к нам из мира, где нет такого понятия, как «нормальность в принципе». Великан-людоед пришел из сказочного мира, и это главная причина того, что фонд его содержит, и главное же его аномальное свойство. Забавно, что автор объекта как бы вынес это за скобки, и читатель должен об этом догадаться по намекам, которые есть в статье. Но более забавно, что прототип SCP-082 – это не какой-то там сказочный огар, а вполне реальный человек. Фотография объекта, которая, кстати, недавно была удалена с сайта, была изначально взята из рекламы медовых хлопьев. Не уверен, можно ли ее показать в этом видео, потому оставлю в виде ссылки в описании. Там сразу откроется нужная часть видео, где можно увидеть самого великана Фердинанда. По сюжету рекламы голодный великан приходит к детям, которые построили домик на дереве, но оказывается, что он голоден не до человеческой плоти, а до медовых хлопьев. Возможно, эта реклама – это какой-то эксперимент фонда с SCP-082 и медом из предыдущего объекта. Кто знает? Но ведь это ролик об объектах, существующих в реальности. А тут просто реклама. Как так? Дело в том, что актер, который играет великана. Но он как бы не играет, он на самом деле великан из Франции. Родившийся в 1946 году во Франции мальчик по имени Андре. Сразу после рождения весил 6 килограмм. А в 12 лет его рост приближался к 2 метрам. При этом он был очень умен. В школе любил математику и в целом его описывают как очень вежливого человека. Похоже, что описание SCP-082 повторяет его один в один. Что же насчет людоедства Фердинанда? Есть ли в этом связь с реальным великаном Андре? В 18 лет рост Андре был уже 220 сантиметров, и он решил, что его внешность и огромная сила не должны пропадать зря. И начал карьеру в качестве борца-рестлера под псевдонимом Гигант Ферра. Его сценический образ, ну или вернее сказать образ на ринге, были именно тем, что мы читаем в SCP-объекте. Тот самый вежливый людоед. Вежливый монстр оставался непобедимым в течение 15 лет, просто разбрасывая своих противников по рингу как кукол. Хотя я всегда думал, что бои в рестлинге все постановочные, и кто победит, определяют еще до боя. Ну да ладно. Так или иначе, после поражения он отошел от карьеры на ринге, и снялся во множестве фильмов, играя в них различных монстров, и внезапно себя самого в качестве рестлера. Ну и в рекламе хлопьев, конечно же, сняться не забыл. А еще он играл SCP-1000, ну в смысле Бигфута в одном из фильмов. Гигантский Андро умер от проблем с сердцем в 93-м году, прожив 46 лет. Ну или попал на содержание фонда, где стал жрать людей. А новость о его смерти была лишь прикрытием. Так или иначе, SCP-082 был полностью списан с реального человека, вернее с его образа, который он создавал на ринге. Так что можно сказать, что объект в каком-то смысле действительно существовал в реальности, ведь великаны Фердинанда могли видеть своими глазами фанаты рестлинга более 15 лет подряд. В густом сосновом лесу проходит старинная железная дорога. По ней шагают три человека в оранжевых костюмах. Перед ними идет человек в белом халате. У всех у них в руках приборы, измеряющие количество юмов вокруг и собирающие другие показания. Внезапно вокруг них появляются различные огни, от вида которых суеверные сотрудники класса Д впадают в панику, посчитав, что встретили призраков. И призраков они боятся не просто так, а не слышали местную городскую легенду, говорящую о том, что эти огни это неупокойные духи погибших путевых работников. И только ученый фонда SCP остается невозмутим, потому что он знает, что SCP-2640-1 не причиняет вреда людям и уж точно не является призраком. Также он знает, что эти огоньки это порождение аномальной зоны, которая известна ему как SCP-2640. Бюро по дезинформации фонда активно занимается тем, что распространяет разные слухи, которые вводят людей от истинной сути этого объекта, а также обрабатывают амнезиаками людей, которые стали свидетелями его проявления. Однако это не очень помогает, и среди местных продолжают ходить слухи об огнях Гёрдона. И ведь среди жителей реального города Гёрдон в Америке такие истории действительно ходят. Истории говорят о том, что никогда жил человек по имени Уилл Макклейн, и он работал на железной дороге. Однажды он упал под поезд. По одной из версий, под колеса его толкнул другой путевой рабочий. И с тех пор недобрый, неупокоенный призрак ходит с лампой и ищет свою голову, которая была отделена от тела стальными колесами, и так и не была найдена, отчего дух не может найти покой. Похоже на обычную байку из тех, что рассказывают у костра. Но дело в том, что в той местности, где погиб Уилл, нередко находят странные огни. Эта история настолько популярна, что сообщения о встрече с огнями появляются достаточно регулярно. О них вышло несколько фильмов. Если вбить на ютубе The Gordon Lights, вы увидите десятки роликов, где пытаются эти огни заснять. Некоторые даже пытаются объяснить эти встречи. Например, тем, что в той местности есть кварцевые кристаллы, которые могут каким-то образом светиться. Или тем, что атмосфера каким-то хитрым образом отражает огни от фар-машин с дороги неподалеку. Впрочем, даже если самого явления огней не существует, как популярная история среди людей, они точно есть. А правду, конечно же, знают только в фонде SCP. Это уже третье видео про реальные объекты во вселенной SCP. Не так уж их много. Но всегда интересно находить на сайте SCP что-то такое, что можно встретить и за пределами фонда. Я надеюсь, это не прибавит людей, которые спрашивают, есть ли фонд на самом деле. Всем пока!